друзья всем привет с вами александр синин 19 урок у нас уже по свист по свисту на лайкайте это видео пишите пожалуйста комментарии мои работы смотрите так сегодня мы с вами поговорим еще немножко про наследование классов и про конструкторы в них значит 19 это была такая тема мы сейчас глубже в нее копнем итак значит давайте прям сразу на примерах все это будем разбирать создаем класс называем его геообъект какой-то любой географический объект да у него есть естественно название какое-то и у него есть позиция до позицию мы опишем структурой как широта и долгота значит создадим структуру так ее и назовем позиция будет две перемены напишем сразу давайте конструктор под это делаем вот и и ломки тюдь что-то из этого широта что-то долгота так значит и соответственно будет позиция напишем сразу давайте конструктор под это дело значит не путайте виде позиция с маленькой буквы позиция с большой буквы это два разных это разные вещи в общем да свое время тоже как-то путался в этом я думаю ну что есть я создал структуру позиция нечего по-другому обязательно называть нет можно здесь например я поздно и суть этого не поменяется так итак название стринг и позиция позиция давайте это у нас будут обязательные поля и мы их салф соответственно на им равно ней салф салф нэм салф нэм это вот этот нейм да а вот этот нейм это вот этот нейм который мы вы нет отдали то же самое с позиция вот у нас есть гео объект мы какой-то создали на вроде ну давайте его сразу же и создадим в памяти гео объект какой-нибудь например пусть это будет какой-нибудь город например париж ну и позицию не давать тоже структуру создадим пози пози шин пози шин латитют лантитют да ну там не знаю какие координаты у парижа вот мне кажется 10 10 подходит все пожалуйста вот у нас гео объект создали также давайте у нее опираясь на прошлый урок создадим метод который бы описывал сам класс и сделаем его статичным значит создание метод который у нас выдает описание именно класса он без параметров а возвращает он строку да и вот так и лучше еще тогда класс description класс вот так будет здесь соответственно он у нас вернет вернет у нас это класс любого гео объекта единственное что здесь надо добавить это вот директиву класс да чтобы мы могли обращаться непосредственно к гео объекту да description класс получать его чтобы посмотреть что вообще это за класс то у нас о это класс любого гео объекта классно все теперь сразу на свои места встало да и давайте пару классов еще создадим которые будут у нас унаследованы от гео объекта да вот сейчас самое интересное начинается например класс город который у нас наследуется от гео объекта да у города что есть помимо позиции и названия да у него есть здесь кстати вот мы сделали парисон давайте не паришь не путаться да парижем потом город сделаем у него есть что соответственно есть количество населения да помимо самый такой ключевой момент ну давайте сделаем каунт пиплс на который живущих вести тизэнс можно сделать и ой так сети дзен пиплс короче так этот самочисленная переменная соответственно конструктор нам тоже нужно переписать значит у нас будет уже у сети свой конструктор в котором будет три переменных которым мы передаем также name position и количество жителей итак давайте значит передаем естественно name это string дальше position это соответственно position и count количество жителей соответственно что мы первым делом первым делом мы в этом классе количество жителей вот так присваиваем да а потом у супер класса то есть у гео объекта вызываем вызываем метод init и передаем туда соответственно name и position вот пожалуйста конструктор сделали для сети давайте соответственно его создадим а лет а вот так париж но гео объект ой это не гео объект извиняюсь что это city уже name соответственно position ну вот предыдущую переменную давайте возьмем они у нас совпадают пусть с гео объектом и количество населения сколько 3 миллиона 3 миллиона вот значит все соответственно работает класс создался теперь нам что нужно сделать если мы вот сейчас обратите внимание если мы у city вызовем метод description класс то он нам вернет это класс любого гео объекта то есть он полезет в супер класс и возьмет эту функцию соответственно эту функцию здесь нужно заменить как это сделать вот такая директива есть override и соответственно возвращать она у нас будет эту эту класс города видите да вот такой вот прикол да вот так это работает ну давайте еще какой нибудь быстро сделаем какой-нибудь класс например монумент да это памятник тоже гео объект тоже гео объект тоже наследуется от гео объекта да значит у него есть у памятника дата основания дейт креи и это у нас нс дейт у всех остальных городов есть конечно это тоже но вот почему то вот в памятнике нам это особенно важно также есть у него какое-нибудь описание да вот только не надо сейчас вот путать описание класса с описанием самого объекта да который мы создали сейчас вы поймете в чем тут дело description это у нас string соответственно переписываем конструктор и нет здесь у нас уже будет на давайте скупи пастин вот эти первые два у него есть название позиция по-любому у него есть дейт 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 description тоже нужно ну и description кстати description можно по умолчанию указать да да пустое то есть вот не создали его то не создали а здесь вот так это сделаем сделаем давайте да то есть необязательный параметр будет и description ну тоже он у нас необязательный это тоже string вот такая под вопросиком да то есть можем нилл сюда передать ээээ так а даже не так а даже их надо два на самом деле сделать не то овощи красоту сейчас то есть один у нас вот такой будет о а второй вот такой супер так теперь соответственно супер и нет мы вызываем и там и там в конце это по-любому а здесь определяем self date created date created date а здесь определяем self date created да date created date created и self description о description о какая красота эти два конструктора появилась да один у нас который инициализируется с описанием второй без прям супер красота и еще что нам нужно заменить да это нам нужно заменить description класса да давайте руками это все сделаем в педагогических целях func return это описание памятника соответственно давайте создадим этот памятник пушкин это будет монумент соответственно давайте его сделаем без описания название памятник пушкину значит здесь я так дал что все в едином стиле было это будет Париж значит позиция у него они у нас все здесь уверен в Париже есть памятник пушкина в самом центре и data created только что создали вот давайте проверим что там во первых у нас с монументом с description классом да это описание памятника все работает теперь еще такую штуку сделаем да касающуюся приведения типов значит давайте создадим массив массив геообжект да геоаррей у которого соответственно здесь лежат объекты геообжект геообжект да и положим в этот массив соответственно наш объект гео перис и нашего пушкина туда складируем да все видите этот массив прекрасно создался если мы сейчас попробуем положить сюда какую-нибудь переменную типа integer да то он нам скажет что переменная инт она говорит должна наследоваться от переменной геообжект поэтому ты извини мы не можем с ними работать да то есть мы точно уверены что в этом массиве у нас все объекты относятся к геообжекту да вот теперь значит и и и и и и теперь каждый из этих значит если мы хотим вдруг что то получить от какого то из этих объектов да то соответственно нужно определиться какому то есть вот какому классу он относится да то есть если например мы пишем что гео арей объект например например первый является из city да тогда мы его можем привести тогда мы можем геоарей этот первый объект привести к объекту город и соответственно получить получить его например количество населения да если же это будет если мы возьмем здесь нулевой объект какой-то да то соответственно ничего у нас не получится и второй то же самое да то есть вот еще раз мы повторили тему которая у нас была в прошлом уроке точнее две темы да то есть статические функции в классе которые непосредственно вызываются от самих классов да как мы здесь видели в нашем случае это описание класса да было вот и наследование объектов да и приведение типов вот такой сегодня получился интересный урок все друзья с вами был Александр Сенин до встречи в следующих уроках в хороших вам приложениях